МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Связки – вот главный инструмент для любого телеведущего. А чтобы они не подвели во время эфира, их нужно тренировать. Сегодня финалисты проекта «Выбери себе погоду» покажут весь свой голосовой диапазон. Как именно? Смотрите далее! Самый скандальный и жаркий проект подходит к концу. После увлекательного вояжа по странам от агентства «Путешествие тысячи один тур» шанс побороться за место под софитами потеряли Анастасия Дубровина и Кристина Городецкая. Оставшиеся финалисты имеют возможность выиграть один из главных призов – путевку в жаркую страну. Последним рывком для участников стал вечер развлечений в арт-клубе «Гараж». В любой работе должно быть время расслабления. Финалисты выбрали нестандартный вид отдыха, пение в караоке. Рок или попса? Быстрее. Ну, Земфиру, наверное, будет. Не факт, что Земфиру. А теперь выбирай любой номер от 1 до 200. А, нет, тогда мне попсу. Попсу? От 1 до 200. 5. Это песня «Утренняя гимнастика Высоцкого». Никаких претензий к нам. Сама выбрала. Очень вырос в целом мире. Хороший голос у Жанны. Плохо, конечно, что она не знакома с этой песней. Высоцкий – это же легенда! Пора финалистке поменять свой музыкальный вкус. Ну, в 30-то лет не знать Владимира Семеновича. Вам заменит спорт-профи Лакника. Пусть будет рок. А теперь выбирай цифру от 1 до 200. 4. 4. Webgirl Земфира. Живущая в сети, живущая за всех до конца, на последнем этаже. Хранящие зерот, хранящие вопрос никому, никому. Да что за молодежь пошла? Земфиру не знают, это же легенда! Эх, Лера, еще певица. Лера, ты часто сидишь в сети? Нет, совсем практически не сижу. Я не болею компьютером, могу даже вообще не заходить по несколько дней, и для меня это не будет страхом. Если судить по каким-то внешним модельным данным, допустим, грамотные речи, опрятности вообще во всем, в общении, в одежде, во всем, я бы оставила бы Жанну Суклоеву, Нину Наволокову. Почему бы Нину Наволокову ты оставила? Все они не очень хорошо отзывались. Ну вот, кстати, сейчас вот анализирую, думаю, да, на самом деле, вот если смотреть только по модельной внешности, да, она, может быть, подошла бы там. А по речи? А вот по речи, вот, это вот ее тормозит. А у тебя ведь с речей тоже проблемы. Ты окаешь и говоришь, как в олохчане. Что ты на это скажешь? Почему я окаю? Я не замечала над собой. Я заметила, жюри заметила, организаторы. Да, хорошо, тогда буду над собой работать. Правильно, только упорный труд поможет достичь результатов. Вот только правда, есть ли у Леры это желание? Она ведь считает себя богиней. Дальше стремиться некуда. От одного до двухсот номер. Десять. Десять. Песня «Волка и козлят» из кинофильма «Мама». Открыть это скорее, а у Маши дверь. Я устала, я голодная, как дверь. Папула, папула, папула. Вот, так как? Свой голос умает, сочет я не помню. Маши. Голосу, голосу, спасибо, поешь. Вот, поила. Я поила молоком. А не примок, голоса, сюда же не знаком. Папула, папула. Папула. Какая прелесть. Детские песенки. Пока еще такого не было. Осель так эмоционально сыграла «Волка» с голосом козлихи, что мне стало жалко маленьких козлят. Песня скорее речитативная, поэтому судить о вокальных данных сложно. Тем не менее, свою артистичность Осель доказала. Часто ты поешь? Очень часто. Я очень люблю петь. Я пою везде и подпеваю всем, даже если не знаю слов. И у меня душа, когда поет, особенно хочется петь. Вообще очень люблю петь. Какую музыку предпочитаешь? Стиль, может быть. Знаешь, Лиль, мне все зависит от настроения. То есть я могу и спеть и шансон. Меломан. Да, я вообще жуткий меломан. А сегодняшняя песня понравилась? Тебе она была близка? Почему бы нет? Песня «Семерых козлят и волка» в общем-то тоже ничего. От одного до двухсот. Сто семьдесят два. Семьдесят два – это рокер Кузьмин. Семьдесят два – это рокер Кузьмин. Невероятно. Кристина – заядлая рокерша. Любит только тяжелые мужские песни. И тут совершенно случайно ей попалась композиция Владимира Кузьмина, так ярко выражающая суть девушки. Какие песни ты любишь? Может быть, какое-то направление в музыке? В основном я слушаю старый добрый русский рок. Зарубежный я тоже очень люблю. Тяжелое под настроение. «Рамштайн», «Лимбискет», что-то вот такое. А с виду такая маленькая и хрупкая, кто бы мог подумать. Но это только разогрев. В следующем выпуске смотрите, у кого напрочь отсутствует голос и слух, и кто решил встать на подтанцовку коллегу Романову. Помните, чтобы здоровье оставалось на самом высоком уровне, пейте минеральную воду «Курганская-2». Она содержит природный йод, который так необходим людям, особенно проживающим в таком йододефицитном районе, как наша область. Пейте минеральную воду «Курганская-2» три раза в день. Уже 12 декабря в ресторане «Гранд Хаус» состоится финал проекта, где будут объявлены имена будущих телеведущих. Следите за новостями проекта ежедневно по будням в 18.30 на телеканале СТС, в 19.20 на кабельном канале «Курган.ру» и на одноименном сайте. «Курганская-2» «Курганская-2»